Субтитры создавал DimaTorzok Дин Саидов, здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok Дин Саидов, здравствуйте! 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 Я хочу рассказать о том, что не понимаешь, но не знаю. И этого не получается. Если у нас есть гражданская работа, то это... И это все, и у нас есть гражданские просто работы. Я хочу сказать, что я не знаю, ли. У нас есть гражданские работы, что в этом деле они не много. Добрый день, гражданисты. В целом, он не может быть в другом. Так что он был в другом случае, потому что кто должен был в другом случае. Но, у нас есть телефон в номере ваше время. Да, сейчас мы видим, что здесь много нелегкостей. Это нелегкостей, которые мы видим, что в нашей стране мы видим, что мы видим много нелегкостей. Уважаемые телезрители, у нас в гостях представители прокуратуры Халмжан Жаннабаев, он же старший помощник прокурора города Шымкен. Халмжан, скажите, пожалуйста, самое главное, очень много жалоб к нам тоже поступает от лиц пострадавших, от мошенников. И давайте начнем с самого такого громкого, это вот эти вот ломбарды, как не попасться, просто многие блогеры даже рекламируют их. Как нужно себя обезопасить от этого? И статистика какова? Да, в первую очередь я, вот давайте я приведу пример, как бы вот пирамида, да, у нас в прошлом году в отношении шести женщин, в отношении шести женщин было рассмотрено судом уголовного дела. Вынесены обвинительные приговора, вот по первому случаю можно сказать, вот, например, жительница города Шымкента, там, по сети WhatsApp открывает группы и, как бы, проводит в виде рекламы, отправляет сообщение, что если войдете в эту группу, получите 10%, а если выйдете, тоже получите 10%. В итоге вот 100, получается, 109 потерпевших. Поэтому делали. Да, обратите. Что они делали? Ну, это разный, вот, например, способ такой, говорят, вот, вложите 50 тысяч тенге, от этой суммы вы получите 10%, приумножите, если вы приведете одного человека, то вам, опять же, будет в виде бонуса 10% еще, и постепенно вот так и идет. Что делать в этот момент? В этот момент я хочу сказать, что люди должны быть очень внимательны. Если, ну, прежде всего, нужно быть информированы, потому что, как сказать, нужно, если сомнительные такие есть группы, нужно обратиться в правоохранительные органы, сообщить, что вот, существует такая-то группа, предлагают такие-то условия, законно ли это? Потому что, как может быть такое, что если человек вкладывает деньги и в тот же момент получает какую-то сумму? Тоже вызывает сомнения, поэтому не стоит сразу же туда вникать, а сначала нужно обратиться, узнать, больше информации собрать, и уже потом... Какие виды мошенничества еще есть? И сколько уже задержанных человек? Ну, я, как вначале говорил, в отношении 318 человек по мошенничествам было рассмотрено уголовные дела, из них вот 158 человек были осуждены к лишению свободы, из них в основном это мошенничества, связанные с землей, с документами. Помогу сделать документы, да? Вот человек хочет купить земельный участок, смотрит объявление, встречается, тут говорит, вот здесь такая-то земля есть, сумма такая-то, а в конечном итоге оказывается, что эта земля принадлежит любому человеку. Уже были использованы другие документы. Вот такие есть способы, много. Поэтому, либо кто-то, вот, например, дает объявление, говорит, помогу рефинансировать ваши средства, вот, которые находятся в банке. Так. Человек обращается, да, можете говорить, да, могу, услуга стоит такая-то сумма, человек дает сумму, в конечном итоге нет услуг, нет человека. Получается, уже, как бы, тот уже завладел ее деньгами, путем мошенничества, обманным путем. И пропал. Да, и пропал. Много таких случаев у нас? Есть, да, вот, получается, вот, именно, используем, используем интернет, у нас пять уголовных дел было рассмотрено. В отношении одного вынесенного обвинительного проговора, у нас уже к лишению свободы, четверо подсудимых, они примирились с потерпевшими. То есть, они уже возмстили ущерб, который был нанесен потерпевшим. И, наверное, как памятку для наших телезрителей, куда в первую очередь обращаться? К примеру, многие говорят, вот в полицию обратились, написали заявление, а результата нет. Ну, если заявитель несогласен с решением органов внутренних дел, он может обратиться к нам, прокуратура соответствующего. То есть, есть районные подразделения, которые непосредственно надзирают органов внутренних дел. И этот был приняты мерой соответствующий. Продолжение следует... Если он был в полиции, то мы должны быть в полиции. Как вы не получаете полиции? Да, есть. Мы были в полиции, мы были в полиции. Мы с вами получаем решение. Мы получаем какие-то материалы, которые мы получаем. Если вы получаете решение о том, что если вы получаете решение, то мы получаем решение решения. Сразу расскажите, что мы говорим, как будет это делать. В любом случае, мы живем в прямом фильме и задавайте вопросы, мы обязательно озвучим нашему гостю. Сегодня у нас в студии старший помощник прокурора Шимкента Алмжан Жанабаев. Тема касательно мошенничества и как не попасться на уловки нерадивых и грязных на руку людей. И многие сейчас тоже обращаются к нам с просьбами как-то повлиять, что ли, осветить тему на автомобильное мошенничество. Говорят, например, заложили автомобиль, мы поможем тоже вытащить, нужно столько-то денег и тоже пропадают. Есть ли такие случаи у вас? Да, есть такие случаи были. Вот, например, гражданин города обратился к одному человеку своему знакомому, у него было 5 автомобилей. И он предложил ему под реализацию отдать эти автомобили, он сказал, я перепродам, потом тебе отдам соответствующую сумму. И он этого не сделал, конечно, взял эти автомобили, переоформил на других лиц, в конечном итоге без согласия хозяина. Потом пришлось ему бегать за ним, потом заявление писать, и когда человек задержали, осудили, договор вынесем, осуден к решению свободы. И, конечно, он был виноват. А צרomas их todavía сказать. Если вы будете суда? Иисус, к которому вы делаете ответы, то есть проеха по урокам. Я могу сказать, что, что здесь будет решение.... Теперь мне нужно поставить ответы. И это мы бы ответили, и посмотрите на ответы, и об этом мы выбрали ответы. Ждем, как вы прослеживаете эту саду? помните у нас весной прошлой во время пандемии очень такой большой наплыв был тех кто жаловался на работу ломбардов то что туда привозят что там берут займы с этими на микрокредитные организации бывают ли эти жалобы меньше станут не ездил позапрошлым году были такие жалобы на позапрошлым сейчас по ним занимаются лишних уже больше сотни человек много по типу что-то в разных городах там создана группа оперативной следственной группы нашли вообще расследование даже есть расследуются и принимается меры крупные установлены поэтому некоторые до суд направлены на стадии рассмотрения это расследуется но еще вот эти вот виды мошенничества медицинского характера когда тебе в основном пенсионеры дали люди пожилого возраста женщины когда им звонят говорят вот придите на обследование бесплатно и тут им целый букет болезни до сих пор есть нет сейчас уже нет были такие факты но по ним уже состоялись приговоров люди осуждены вот что нужно сдать людям тоже сразу обращаться в полицию конечно если сомнительно сразу нужно обращаться либо проконсультироваться там сейчас много юридических консультантов и этот бывший формат собрать на себя для себя спасибо спасибо большое спасибо да да Кстати, вы получаем контакты. Вы получаете то, что вам рассказывают. Да, мы получаем пирамиду. В основном, первое, после последнего, я забındела их с вами. Это было бесконечным людям. Думание, просто я говорю, что у них был 100% более 500. После этого, я говорю, Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Если бы у вас был маленький человек, если бы у вас был маленький человек, или наиболее, если бы у вас был небольшой человек, то бы, если бы вы не любите его учиться. Если бы вы не были, то бы вы не знали. Да, нужно заключаться на это в целом, Я говорю, что они будут выпадать. Я говорю, что они будут выпадать. Нет, нет. Я говорю, что они будут выпадывать. Поехали. Когда мы говорим, что мы говорим, что мы говорим о том, что это трудоуническая трансляция. Причем мы разберемся, не забываем, не обнимаемся. Созинтет нас не обижаться, но так же, у нас есть многие из личных право. Первый человек и с вами многие из жителей, были directement обучены. Спасибо вам большое, что пришли. Ждем вас уже на следующую пятницу. Уважаемые телезрители, программа наша заканчивается, мы уходим на выходные. Мы еще раз поздравляем всю женскую половину нашей страны, ну и всего мира, кто смотрит нас с международным женским днем. Знайте, что мы вас любим, ценим и уважаем. Жан-Иркер, тебя тоже сапограйся. Рахмет, Шудин. Крометты күрермен, алдағы демауыз күндерің сәтті өтсін, алдын азық жандар оларды мерекесімен қытықтаймыз. Тек қанай жақсылық болсын, әлемде елімізде бейбіт заман босын деген тілікпен біз бүгінгі бағдарламан аяқтаймыз. Сау болыңыз тар. Сау болыңыз тар.